Добрый день! Вы на канале Как ошиблазы. Меня зовут Олег Киселёв. Сегодня я вам расскажу о книге Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Прежде всего, почему я решил её прочитать? Я исследую, интересуюсь советским временем. И где-то я прочитал, что это была очень важная книга для 50-х годов. И фраза, очень известная фраза «Не читал, но осуждаю». Она относится именно к роману Пастернака. То есть, в 50-х годах было всеобщее осуждение этого романа. Почему оно было, я сейчас вам ещё расскажу. В общем, меня заинтересовало. И интересное было совпадение такое. Я сказал своей супруге, что вот хочу прочитать этот роман. И на следующий день, буквально, она мне приносит вот именно эту книгу. И я говорю, а где ты её взяла? А Анна-Мария говорит, а я вот зашёл в библиотеку, а там буккроссинг был. Я смотрю, стоит роман Пастернака «Доктор Живаго». Ты говорил, что хочешь прочитать, а тебе его и взяла. Вот. Вот такая вот интересная история у меня с этой книжкой, конкретно с этой книжкой. Честно говоря, роман очень интересный, но я его с первого раза не прочитал. Я его прочитал со второго раза. Как любой роман, наверное, первые, нужно осилить первые 100 страниц, возможно, для того, чтобы втянуться в него. Когда я его начинал читать первый раз, видимо, я не дочитал эти первые 100 страниц. Какие-то дела мне отвлекли продолжить чтение. Ну вот, недавно я решил, что всё-таки надо, поскольку это действительно очень важная книжка. Два слова ещё раз о романе. Пастернак писал в 10 лет, с 45 по 55 года. Впервые он был издан в 57 году в Италии. На следующий же год Пастернак получает за него Нобелевскую премию. Причём, представил к Нобелевской премии Пастернака Альберт Камю. Причём, это не единственная, кстати, связь Пастернака с философией. Пастернак учился в Маркбуде у Когена, главы Маркбудской школы неокантианства, но он недолго там проучился. В общем, интересно, я вам зачитаю ещё взгляд Пастернака на философию. Возможно, как раз объясняет, почему он решил не продолжать профессиональное занятие философии, хотя ему предлагали. На русском языке, точнее, в Советском Союзе роман появился только в 88 году. До этого он распространялся или в сам издате, или в западные издания, которые печатались в том числе на деньги ЦРУ. И Британия тоже вкладывал деньги, как определённая такая пропаганда, антисоветская пропаганда. И распространялись среди советских туристов. И, возможно, потом они уже начинали перепечатывать сам издатель. В общем, о чём роман? Роман, такой эпический роман, говорит о жизни доктора Живога. И, наверное, тут ключевыми является история России первой времён революции, первой мировой войны. В принципе, роман доходит до второй мировой войны, но сам доктор Живога до него не доживает. Умирает ранее. В общем, и сам доктор Живога, он относится к, ну, если не к дворянцу, то к интеллигенции. И вот как человек из этой среды, явно не пролетариат, да, переживает все эти вот, не знаю, все эти истории, да, все эти эпопеи с переустройством жизни, ну, на самом деле, с кризисом жизни, да, которые связаны, прежде всего, с революцией. Интересно, как он вначале говорит о революции. Он, например, считает, что, считал, что она неизбежна, да, а уже после, во время гражданской войны он всё-таки говорит, что лучше бы её не было. В общем, вот такой вот более, ну, обычно пишут он более 500-страничный роман. Тут в этом издании, там, 600 с чем-то страниц. Последняя глава — это стихи, стихи самого, ну, Пастернака, но доктора Живога. Вот. И почему его осуждали? То есть, он получил в 58-м году этот роман в Нобелевскую премию, причём на Пастернака давили, и он отказался от премии только лишь в 88-м году, после того, как на русском языке уже в Советском Союзе был опубликован роман. Сначала передали диплом, потом в 89-м сыну отдали медаль Нобелевской премии. Вот. Но действительно ли тут что-то есть такое, что в Советском Союзе нужно было осуждать? Я считаю, да. То есть, на самом деле, Пастернак должен был понимать, что некоторые пассажи его абсолютно не вписываются в советскую действительность. При том, что интересно, что в 30-х годах он был достаточно официальным поэтом. Печатался, он переводил много. Вот. Но, что же, за что же тут можно было его осуждать? Интересно, кстати, я вычитал, что для членов, там, Компартии и ЦК делали такой 35-страничный конспект романов с наиболее такими яркими цитатами, для того, чтобы они понимали все-таки, о чем идет речь. То есть, что-то они читали, некоторые что-то читали все-таки. Но все равно вот этот не читал, но осуждаю, оно остается такой классикой, потому что, действительно, его, в принципе, негде было достать, чтобы прочитать, а осуждали его практически все коллективы. Не только литераторы, но и доярки и так далее и тому подобное. Что же тут такого карамольного? Ну, вот, например, такая цитата, это мысли самого доктора Жилата. «Марксизм и наука? Спорить об этом с человеком малознакомым по меньшей мере не смотрительно. Но куда не шло. Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукой. Науке было это уравновешение. Марксизм и объективность? Я не знаю течение более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм». «Еще одна цитата». Так, сейчас что-то я... Ага, вот, вспомнил, о чем идет речь. «Это идет речь, он наблюдает, доктор Жилага наблюдает бой между партизанами, в принципе, красными партизанами и белогвардейцами». «Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героических гибнувших детей. Он отдушировал ему удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитание, его нравственного склада, его понятия. А дети были белогвардейцами». То есть главный герой сочувствует белогвардейцам. И последнее, что я нашел такого крамольного. «Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся меру, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить людей судить и думать, и принудить их видеть несуществующие, и доказывать обратные очевидности. Отсюда беспримиренная жестокость ежовщины, обнародование, нерассчитанное на применение Конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале». Ну и обещанная цитата про философию. Такая забавная цитата. «Я не люблю сочинения, посвященных целиком философии. По-моему, философия должна быть скупой приправой к искусству и жизни. Заниматься ей одной, так же странно, как есть один хрен». Но, конечно, книжка не состоит только из антисоветских цитат. Это действительно очень интересный роман. В том числе тут любовные сюжеты, переживания главных героев, их отношения к событиям, в которых они принимают вольное или невольное участие. И говорят, что этот роман в какой-то мере является автобиографическим. То есть, конечно же, он не описывает все те сюжеты, которые были в жизни Пастернака. Но очень многие есть совпадения. И, возможно, это его, действительно, его собственные мысли по поводу того, что происходило на Первой мировой войне, революцию, гражданскую войну и так далее и тому подобное. Так что я рекомендую всем прочитать. Это действительно интересно. Если вы читали, мне будет интересно узнать о вашем мнении. Вы можете написать комментарии. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь и читайте хорошую литературу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!